Включилась! Привет всем! Как настроение ваше? Меня слышно видно, я вижу, что все хорошо у нас, переписываемся, у кого как прошел сегодняшний день, у кого-то хорошо, у кого-то плохо. У меня сегодня был он очень сильно эмоциональный, но вечер подарил мне хорошую встречу, поэтому я сейчас бодра и готова с вами поделиться знаниями, которые я подготовила для вас, ну и конечно же информацией, которая полезна для вашего бизнеса. Итак, вижу, плюсики пошли, все значит хорошо, поэтому я предлагаю прямо сейчас уже сразу начинать работать, мы еще будем подтягиваться, я уверена, хотя завтра 9 мая, сегодня сокращенно у всех день, наверняка все побежали быстренько уже закупаться на завтра, да, либо готовят. Может быть меня кто-то слышит, может кто-то будет подключаться, и это очень хорошо, что может быть, сегодня у нас будет вебинар для самых особенных, поэтому я однозначно, и для тех, кто пришел, что-нибудь расскажу больше, чем планировала, да, это будет как бонус за то, что вы сегодня со мной здесь и сейчас, потому что моя семья тоже дома, а я здесь на офисе и рада вас всех видеть, поэтому здорово, хорошо, все идет, все подключаемся. Итак, сегодняшняя наша тема, это очень важная тема, она практическая, эта тема, потому что без этих действий бизнес не пойдет. Знаете, как говорят, какая песня без баян, да, и мы сегодня с вами поговорим о важности сопровождения партнеров. Это огромная тема, она у меня в голове уже давно, потому что, во-первых, я практик, да, это моя любимая фраза, я не теоретик, поэтому, конечно же, я все это умею делать, но так как я готовилась к этому вебинару, у меня в голове огромное количество было информации, что я должна сказать, о чем я должна с вами поговорить, что я должна передать, кто в какой системе работает, а как это будет все восприниматься. И я вот реально понимаю, что даже то, что я подготовила сегодня для вас, да, во-первых, это мои конспекты, поэтому вы слушайте, записывайте, можете на слайде даже не смотреть, но это очень большая тема. Тут, по сути дела, на каждом слайде можно вот прям останавливаться и целый вебинар гнать, вот это правда, но сейчас тогда давайте вот что мы сделаем. Мы сейчас проговорим основу этого практикующего, да, навыка, который в себе нужно развивать, получим основные знания, дальше вы что делаете? Вы подходите к своему спонсору и говорите, вот Тимчук сказала на вебинаре, что это можно делать разными способами, вот так, так и так. Давай, как это у нас на офисе, как это у нас в команде, как это у нас в системе происходит? Договорились с вами? Итак, сейчас я услышу 5 «да», и тогда я буду продолжать дальше, окей? Мы с вами поговорим, как всегда, мои любимые вопросы, на которые нужно просто ответить, и если вы будете понимать, зачем, кто или с кем, кого, где и как, все станет на свои места. Вы должны ответить сами себе на эти вопросы, да, либо понимать, зачем вы это делаете, и тогда все становится очень легко. Я просто сама такой по себе вот человек, и по жизни в том числе, мне нужно получить ответы на мои вопросы, и тогда мне не надо рассказывать, как это делать, я это сделаю, потому что мне это уже нужно, потому что я уже понимаю, для чего я это буду делать, для чего я буду тратить эту энергию. Итак, а вообще скажите, меня хорошо слышно? Потому что, хорошо, да, потому что мне кажется, что я как-то очень, все тихо у меня происходит сейчас. Ну, раз вы говорите, не задаете мне вопроса, значит, вы все слышите хорошо. Итак, мы поговорим сегодня с вами, зачем сопровождать партнеров, мы поговорим о том, кто должен сопровождать партнеров и с кем вы вместе должны это делать, да, мы поговорим, кого мы должны сопровождать, именно в плотном сопровождении вести, мы должны поговорить, где мы это можем делать, потому что сегодня 21 век, И у нас огромное количество есть вариантов сопровождать наших партнеров, как в системе онлайн, оффлайн, через кого мы можем это делать, да, кого мы можем подключать к этому процессу. Мы поговорим с вами, как это делать. Но я еще раз хочу напомнить, для тех, кто только-только подсоедился к вебинару, сумасшедшие темы, только на вопрос, зачем, можно целый час уже разговаривать, говорить с каждым, чтобы вот до вас дошло. Потому что на вебинаре находится как новичок, то есть тот человек, который только, может быть, сегодня зарегистрировал этого человека, да, может быть, он даже это сделал не сам, ему помог спонсор. И поэтому это, правда, очень большая тема. Можно делать скрины, можно вставлять, но это действительно очень такой глобальный момент, это очень большой пласт работы в нашем бизнесе, без которого, конечно же, никак. И впервые, я, насколько вот помню, у нас такая с вами сегодняшняя тема, поэтому еще раз говорю, мы поговорим, ответим на просто самые-самые вопросы эти, актуальные в этой теме. Я расскажу, как я это делаю, да, как я это вижу, ну а дальше вы обязательно должны связаться со своим информационным спонсором. Итак, все мы это должны понимать, что MLM бизнес это отдельная сфера, это вам не государственная работа, куда вы пришли, вам инструмент дали, компьютер, там, ручку, блокнотик, либо вам дали какую-то технику, станок, сюда нажимаешь, здесь снимаешь, здесь контролируешь. Это не рецепт, где можно 200 грамм сахара, одно яйцо, да, и у вас там получится какой-то блинчик. Это действительно отдельная сфера, в которой можно, постоянно нужно учиться, постоянно повышать свое мастерство. Поэтому то, что сегодня вы слышите, это не значит, что завтра это будет работать, либо вам не нужно будет перестраиваться. Поэтому никакие ноу-хау я не рассказываю, ничего я вам этакого, да, не придумаю. Я вам рассказываю основу, фундамент нашего сопровождения, дальше вы его наполняете своими идеями, своей энергетикой, своей информационной базой, да, но вы ее должны постоянно развивать, потому что сегодня мы не успеваем сами-то узнавать о всех новостях, да, в плане возможностей даже, и в том числе и технологий. Поэтому постоянный процесс развития, постоянный процесс развития. Если я возьму свою систему сопровождения 15 лет назад, вы же прекрасно понимаете, что такое тема, как онлайн, сопровождение в чатах, и раньше мы и не мечтали, и не мечтали, да, смс-ки. Я помню, мы брали бесплатные смс-ки и использовали их всегда только в работу, да, сегодня это уже прошлый век, поэтому мы с вами должны, конечно же, постраиваться постоянно. И хочу, чтобы вы услышали, мы очень много ставим акценты на рекрутирование, и это очень правильно, но все должны понимать, что это не единственное действие, которое должно происходить для того, чтобы был результат. Вы все знаете, что у меня очень большая команда из разных, абсолютно разного возраста, есть пары, кто работает какими способами, у меня очень большая команда, большое количество директоров. И наблюдая все это время, я считаю себя опытным лидером за многими командами. Я могу вам сказать, что есть команда, у которых поток рекрутинга просто сумасшедший, вот смотришь и думаешь, боже, они бесконечно рекрутируют, но у них результат может быть даже хуже порой, чем у тех людей, которые приводят людей, да, не так много, не такой поток рекрутинга, но прирост оборота, результаты могут даже порой превышать, да, и бывают иногда вровень идут. Поэтому я могу вам 100% заявить, что невозможно только рекрутировать людей без системы сопровождения новичков, партнеров, да, в бизнесе, директоров, я могу вам сказать, что результата тоже не будет. Поэтому этот навык как сопровождение, эти действия, эти знания, они должны быть в вас, и они должны быть у вас в системе такой, чтобы ее было легко дублировать, и чтобы вас могли повторять, иначе это будет утопия. Итак, давайте мы с вами сначала ответим на вопрос, зачем. Я везде, абсолютно везде вам вспомогательным вариантом, для тех, кто у нас визуал, вы будете обязательно наблюдать все еще сегодня, может быть, не в таких мотивационных и красивых картинках, но, простите, это правда, да, зачем нам нужно сопровождать людей. Когда мы с вами получаем новый материал, да, то есть у нас регистрация происходит, и человек говорит о том, что он хочет расти в бизнесе, да, в принципе, наверное, он еще вообще еще не определился, да, что он там хочет. Значит, зачем нужно сопровождать человека, почему нельзя его, вот он зарегистрировался в компанию, зарегистрировал, вот вам сайт компании, вот, пожалуйста, там все узнавайте, вы же не глупые люди, разберетесь и так далее. Зачем нужна вообще вот эта система сопровождения партнеров в бизнесе, зачем вообще это необходимо? Первое, это очень важная тема, это вера. Когда человек приходит в бизнес, он не понимает вообще справится он с этим или нет, он не работает на зарплату, мало того, он никогда раньше этого не делал, у него нету этой веры в то, что он сможет и он справится. И это очень важно, что рядом, когда находится человек с ним, обязательно он поддерживает его. Вот сейчас в чате, я уверена, многие из вас напишут о том, что именно благодаря тому, что был рядом человек, который верил в вас, у вас не опускались руки и вы двигались вперед. У нас наш бизнес так устроен, что мы не получаем только положение, да, то есть мы не сидим с вами на офисах и не открываются двери, не говорят никто, здравствуйте, можно к вам зарегистрироваться, да. Мы идем и ищем этих людей и, как правило, мы встречаемся с отказами и это абсолютно нормально, но это вы сейчас так думаете, новичок так не думает. И встретившись с двумя, с тремя, с десятью отказами, да даже звонки, да, которые мы делаем, либо скайп-встречи, где-то встречаясь с негативом, опускаются крылья. Так вот рядом стоящий человек, человек, который делает то же самое, что и он, он прошел через то же самое, что происходит он сейчас, вот эта вот вера, она дает огромную мотивацию не сдуться и идти дальше. Мало того, сопровождение наших новичков и партнеров дает нам момент удержания людей до тех пор, пока они научатся, приобретут навыки, профессионализм и у них начнет получаться с более легкостью это, и они тогда, их не нужно будет, да, ну, грубо говоря, удерживать, да, вот, то есть, ну, даже не удерживать, а правильно сказать, это этот процесс, который пока вы рядом, это идет вопрос удержания. Я знаю огромное количество таких ситуаций, когда консультант регистрируется, новичок, он приходит в бизнес, да, а периодически, иногда спонсор делает звонок, или даже я вам задам вопрос, как часто у вас происходит, что вы зарегистрировали нового консультанта, ни разу ему не позвонили, а он заказ сделал, а он и оплатил его самостоятельно, а он уже взял каталог, показал кому-то, или сделал рассылки кому-то, он уже шаблон придумал. Назовите у кого, как, какая статистика из тех, кто приходит, как долго вы можете не набирать, не сопровождать своего новичка, чтобы он был на плаву, больше, чем уверена, что многие скажут, что таких единицы, единицы, это вообще будущий директор пришел, кто сделал уже все это сам. Поэтому, когда мы находимся рядом, у нас жизнь консультанта в нашей КАМАЗе, она увеличивается. Мало того, мы помогаем, когда сопровождаем, набираться профессиональным навыкам. Когда я пришла работать на свою государственную работу впервые, я сначала была на практике, и я через этот труд уже на практике прошла. Я помню эти ощущения, когда я ничего не зная, встречалась с какими-то трудностями, мне не у кого было спросить. Я видела параллельно с этим своих подружек на практике, когда их не допускали, да, к какой-то работе, ну, не доверяли, да, и они хотели бы, но этот страх, когда их потом посадили уже там работать на кассу, обслуживать людей, я видела этот страх. Это руки трясутся, они синие были, потому что спросить мне, у кого рядом никого нету, ты не на практике, тебе уже дали рабочее место, вот, работай. Вы же понимаете, что теория, она никогда, никогда не с практикой, да, не сходится. Вот, и я знала себя, это когда рядом сидит человек, ты работаешь, и ты можешь в любой момент повернуться спросить, я правильно делаю, это так, а подскажите, как в этой ситуации. И это в сто раз легче. Поэтому нам необходимо сопровождать новичков, потому что мы шаг за шагом показываем ему, какие навыки профессиональные в этом бизнесе ему необходимо в себе развивать. И при этом мы находимся рядом, да, давай я это сделаю, я делаю, ты смотришь, давай это сделаем вместе, это второй этап, и третий этап, давай ты делаешь, я наблюдаю, а четвертый этап, это пассивные доходы. Зачем еще необходимо сопровождать? Одно из преимуществ сопровождения наших партнеров, это, я это назвала, позитивный колпак. Вы же прекрасно тоже понимаете, вспомните себя многие, когда вы только зарегистрировались, что говорят вокруг. А, это Арифлэйм, а, я там уже был. Ну, много разглагольствовать нет смысла, но вы со мной, я уверена, согласитесь, то, что с негативом сталкиваются, особенно самые родные, близкие и любимые наши люди, они так за нас волнуются, что, как правило, они чаще всего становятся теми людьми, которые и выливают этот негатив, да, на нас. Поэтому позитивный колпак, это когда ты находишься всегда рядом и при любом отказе, при любом возражении, ты даешь свою позитивную энергию, свой энергетический запас, да, как бы свою бронь, свой бронежилет снимаешь, отдаешь ему, да, либо грудью становишься, защищая своего партнера. Поэтому сопровождение дает возможность тебе вот быть бронежилетом и отталкивать какое-то время, пока у человека, у самого не уляжется в голове важности, понимания, зачем, выгоды, цели, мечты, мотивации. Вот пока он не пропитается этим состоянием, вы являетесь в плотном сопровождении бронежилетом для вашего партнера. Сопровождение успешной системы. Зачем нужно сопровождение? Когда вы таким образом, имея свою систему работы, когда вы ее пошагово внедряете в этого партнера. Скажите, у меня к вам вопрос. Когда вы внедряете пошагово, не когда торт весь вместе запихнули, вот смотри, зарегистрировали, вот мы делаем так, 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 вот здесь заходишь, там нажимаешь. Когда вы это делаете пошагово? Во-первых, это легче. Во-вторых, вы сохраняете свою систему, и это дает вам гарантию дублирования потом в глубину той системы, которая у вас есть, а не ту, которую он сам себе придумал. Когда вы ему сказали, как происходит, нам нужно рекрутировать. Иди рекрутируй. Все. Точно так же он будет передавать и своим новым рекрутам. Иди рекрутируй. Я сам учился полгода, и ты иди учись полгода, да? Вот. Вы понимаете, про что я говорю? Что когда я передаю в плотном сопровождении, держу своего партнера, новичка, да неважно кого, но когда я вот это вот плотное сопровождение делаю, я ему внедряю ту систему работы, которая есть у меня. Для чего? Чтобы ему было легче внедриться в команду. Понимаете? И опять-таки повторюсь, это гарантированное дублирование, потому что он уже не будет передавать своим людям, во-первых, он их не бросит, потому что с ним были рядом, и он точно так же ответственно отнесется к своей глубине. Поэтому я точно знаю, что если я дала эту информацию, она уйдет в глубину. Как я сегодня понимаю, передала ли я свою систему сопровождения грамотно и доносится ли она сейчас в мою глубину. Знаете как? Я захожу на вебинар своих директоров, и если там менеджер произносит мою фразу, все, я знаю, что оно передается все как надо по полочкам. Понимаете? Я уверена, что вы понимаете, потому что вы сильнейшие просто у нас команда, поэтому вам это все очень просто понять. Идем с вами дальше. Вот, кстати, тоже, зачем это подкрепить вам, да, немножечко? Говорят, что мотивация, она длится недолго. Это правда. То есть вот вы сели, с человеком поговорили, да, и он дальше пошел, и через день его нету. Зачем нужно постоянно сопровождать людей? Потому что свежесть после ванны, она тоже длится недолго. И именно поэтому мы должны заботиться о гигиене своего здоровья ежедневно. Так вот, ваша мотивация, зарегистрировали, ну, получили вы регистрацию, ну, поговорили с ним, ну, замотивировали и пропали, это будет работать равносильно тому, что вы просто перестали мыться, да. Поэтому запомните эту фразу, что это сопровождение наших партнеров должно быть обязательно ежедневным. Теперь давайте ответим на вопрос, кто должен сопровождать или с кем вы должны сопровождать. Запомните одно очень важное правило. Для того, чтобы выращивать лидеров, нам необходимо научиться делегировать. Опять-таки, это огромнейшая тема. Рассказывать о правильности делегирования, это вот еще занять ваших, там, 30-40 минут времени из этого вебинара. Я не успею рассказать все остальное. Поэтому очень важно понять правила делегирования. Самые основные моменты, которые использую я в своей работе, я с вами поделюсь. Первое. Это, кстати, прописано в книге «Мозг», и это очень правильно. Всегда отдавайте не самые важные для вас дела другим людям. Они справятся не хуже вас с этим. Вот поверьте, они справятся не хуже вас. Вообще, я хочу сказать, что когда вам спонсор говорит о том, что ты с этим справишься, поверьте, он не хочет спрыгнуть и сам заниматься своими делами, а вы, значит, будете трудоемко тут вот работать, кропотать. Нет. Когда вам спонсор говорит о том, что ты с этим справишься, и ты за это берешься, поверьте, спонсор болеет за дело еще больше, чем вы. Поэтому, когда он это говорит, он 100% вам добирает. Вот в моем понимании, если я произношу своему менеджеру или, там, будущему менеджеру такую фразу, вот это значит, первое, я не хочу больше об этом думать, да, в плане того, что я настолько добираю тебе, что ты с этим справишься. Во-вторых, вы в глазах вашего спонсора уже выросли, и вы можете реально понимать, что вы заявили о себе, раз вам вообще что-либо доверили. И это очень дорогого стоит в бизнесе. Поэтому просите порой даже о том, чтобы вам показывайте свои навыки, о том, что вы что-то можете, да. Почему я говорю о том, что очень важно делегировать в теме, сейчас мы говорим о сопровождении. Дело в том, что одна из очень больших распространенных ошибок лидеров, да, либо спонсоров, давайте так назовем, это когда они все делают сами. Абсолютно все делают сами. На моих глазах не закрывались директорские структуры только лишь потому, что они не умели грамотно делегировать информацию, распределять информацию в глубину. И их удержание 6-8 каталогов на то, чтобы закрыть директора, просто эмоциональное выгорание происходило настолько, что они сопровождали абсолютно всех. Поэтому систему делегирования информационного потока в свою глубину, оно очень важно в сопровождении. Поэтому первое правило, кто должен делегировать? На мой взгляд, уровень менеджера, то есть 9%, это уже когда вы доросли до этого уровня, да, сейчас мы вырастаем мгновенно до этих уровней, но вы, значит, должны обязательно подогнать свою голову, а это чтение книг, семинаров, посещение мероприятий, и это дает вам в ежедневном сопровождении спонсоров, что делать. Да, поэтому уровень менеджера, это однозначно уже должен подключаться. Поэтому я сразу отвечаю на вопрос более высоких уровней, с кем делегировать. С уровнем менеджера вы должны это делать вместе. Ни в коем случае не прозванивайте сами его структуру. Вы не вырастете так лидером. У вас не будет пассивного дохода. Я вам говорю это как опытный лидер, потому что у меня на сегодняшний момент большая часть дохода, это уже пассивный доход. Это лидеры, которые, я с ними не работаю уже, они все делают сами, и я настолько знаю, что они делают это круто, классно и сильно, что мне сегодня там уже остается только просто желать им счастья, удачи, пить с ними чай, радоваться за их успехи, делать лайки в инстаграме и так далее, и встречаться иногда для мотивации, поддержки отношений. Понимаете? То есть на сегодняшний момент ваша задача выращивать лидеров, поэтому ни в коем случае не сопровождаем людей. Абсолютно верно, я с вами тоже согласна. Мы не делаем это самостоятельно. Поэтому кто с уровня менеджера обязательно должен включаться в сопровождение, уже все, вот это ваша функциональная обязанность, и с кем, это для более высоких уровней, повторюсь, это обязательно делать это вместе. И только так, таким образом вы будете выращивать сильнейших лидеров, только таким образом у вас будет переходить ваша система работы, грамотные мысли, правильные действия в глубину, потому что вы все время будете видеть. И это опять-таки отвечает на вопрос, когда вы делаете это вместе со своим менеджером, вы таким образом свои мысли, свои знания в голове перекладываете поэтапно, пошагово ему. Теперь я хочу с вами чуть-чуть поговорить о вопросе о единой системе. Исходя опять-таки из моего опыта, я хочу вам вот о чем сказать. Единая система – это очень важная вещь в командной работе. Но это не обязательная вещь. Я сейчас объясню почему. Почему? Опять-таки, наблюдая и имея опыт, я очень часто и сама лично совершала такие ошибки, когда вы в этой единой системе удерживаете всегда тех людей, кто с вами согласен. Вот сейчас послушайте меня внимательно. Есть люди, которые, они однозначно в оффлайне круто будут работать крутейшим образом, чем онлайн. Они даже вас очень многому могут научить, да, в этой системе приходя. И есть люди, которым нет, некомфортно оффлайн, им хочется онлайн, да. И если вы как спонсор, а вы не обязаны быть и тем, и тем, но это невозможно. Вы такой же человек, значит, вам что-то комфортнее, а что-то некомфортнее. И если вы будете удерживать этого человека только потому, что он вам удобен, и только потому, что вот в этой системе, а если ты не в моей системе, то пошел вон, и я на тебя не буду обращать внимания. Очень часто поток рекрутинга не конденсируется в правильный поток оборота и выращивания лидивни и дальнейшего рекрутирования, только потому, что пришел человек, у которого, например, более крутой навык в коммуникации, нежели в оффлайне, нежели в онлайне. И его выплевывает эта система. Единая система, да, поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент мы не имеем права работать или бы не поддерживать, либо не развивать в себе навыки только такого мастерства, да. Поэтому мастер-классы, поэтому проведение новейш, спа-уходов, проведение вебинаров, это то, что мы должны сопровождать и внедрять потихонечку уже с определенного уровня, наделять функциональными уровнями, да, вот эта система, про которую много рассказывают, мы должны это все постепенно внедрять. И сопровождение, когда вы сопровождаете человека, понимаете, вы его щупаете, вы с ним разговариваете, и пока он растет, вы понимаете за это время, а кто ты больше, в какой системе ты круче, а чему мы можем с тобой учиться, и что мы можем, сильнейшую какую сторону мы с тобой будем развивать. Поэтому на сегодняшний момент мы должны с вами уметь адаптироваться под людей, которые к нам приходят. И тогда мы не будем терять людей, понимаете? Поэтому вот это очень важная вещь. Вопрос единой системы. Есть плюсы, но есть и минусы. Поэтому я считаю, что сегодня сильнейшие лидеры, они умеют все, и они уважают мнение своих приходящих людей. И поэтому не уходят люди от этих, да, от тех, кто в единую систему, и все, и порву на части, не подходишь, значит, до свидания. Мне тут такое классное, если вы прочитали, это карикатура, конечно, да, но вы ее почитаете странно, странный у нас, однако, проводник, да, умный в гору не пойдет. Я почему вставила эту карикатуру, ее можно рассмотреть по-разному. Во-первых, на первое делегирование, да, это когда вот вы связали, и вот тащите вы всех их в гору в эту, да, не делегируете, и вы вот потные, а у Америки плетутся, куда идем, зачем идем, они ничего-ничего не понимают, но они идут за вами, потому что вы сказали, что вы их приведете к тысяче долларам дохода, да. И это вот такая вот очень правда нашей жизни. И мы ко второму вопросу, единой системы, да, это когда вот они не понимают абсолютно, куда идут, да, но вот умный в гору не пойдет. Они настолько верят вам, что вы им сейчас все сделаете, что они готовы за вами как бы идти, но при этом, пожалуйста, ты нам, ну вот, все давай и все делай, да. Поэтому, пожалуйста, запомните это, и используйте в своей работе очень грамотно, и, пожалуйста, всегда нужно иметь здравый смысл, и, как я всегда говорю, что должна быть вытяжка. Включайте периодическую вытяжку в голове, и вот, чтобы вот мусор уходил. Теперь давайте поговорим, кого сопровождать в нашем бизнесе, да. И опять-таки, сильнейших, однозначно сильнейших, сопровождать в плотном сопровождении. Вопрос, кто они, да, кто эти люди. И банальный вопрос, кто такие лидеры, становятся лидерами, либо рождаются лидерами, да, но это банальный вопрос, который опять сейчас целый, и можно провести вам вебинар на тему лидерства, и как распознать лидера или нет. Вот лично я вообще никогда не парюсь, кто ко мне пришел в бизнес. Не называю его ни лидером, мне он может быть симпатичен, он может быть мне близок по духу, по энергии какой-то своей, да, но я вообще никогда не задаюсь вопросом. Я рассказывала тему командной работы, я работаю командной работой, да, вот. Стараюсь, конечно же, я сопровождаю всех индивидуально, со всеми все точечно это, конечно, делаю, но работаю я в команде. Так вот, для того, чтобы понять, сильнейший он или не сильнейший, коммуницирует, сможет, не сможет, да, развивает навыки, для того, чтобы облегчить свое просто существование и иметь много бизнес-партнеров, а не только одного, да, или там двух. Поэтому я проверяю командой. И тут опять карикатура, да. Что я, о чем я хочу сказать? Сильнейший, это не значит такой, знаете, Наполеон пришел и там, ты что не понял, что я лидер твой будущий, давай вот тут развивай во мне все, да. Нет, для меня сильнейший человек это тот, который в команде уживается, включается. И вообще лакмусовая бумажка для меня это, первое, это когда мы куда-то едем, едешь ли ты обучаться, да, с нами вместе. Для меня, значит, я буду в тебя вкладывать уже вот время. Для меня посещаешь ли ты вебинары, это тоже будет время, да. Вот у меня сейчас второй раз уже еще не менеджер, и такой вот шатающий 6%, но он уже второй раз выезжает со мной в Минск, и он верит в этот бизнес, в себя, да. И я даже уже написала, все, для меня это уже вот два раза, это уже показатель того, что я готова к вам ехать, я готова вас сопровождать, я готова интересоваться вашей вообще личной жизнью, и так далее, и так далее, да. Поэтому выдерживает ли этот человек и работает ли он в этом бизнесе сильнейший, это не тот, кто кромче всех кричит, да, что я хочу, я могу, я буду бриллиантом. Нет, для меня показатель работы в команде, готовность действовать, да, и готовность, наверное, даже где-то жертвовать. Вот правда. Потому что этот бизнес, он в любом случае у вас инвестиции вашего времени, ваших каких-то потерь, для того, чтобы было что-то большее. На кого, кого сопровождать, я тоже думаю, вы это услышали, и я хочу еще один момент для лидеров сказать. Больше все-таки у нас людей тех, кто сдается, чем тех, кто не способен. Поэтому не надо на себя вешать ярлык неграмотного, не умеющего сопровождать спонсора, только потому, что кто-то уходит, большая часть людей, может быть, уходит, либо там из вашего бизнеса, да, потому что я очень часто из команды, давайте так скажем, что, ну, как бы из бизнеса, они-то и не вступили в этот бизнес, и что они там уходить собрались откуда. Из команды, да, я хочу, чтобы вы понимали, что все-таки эти люди просто сдались. Вот просто сдались. Способных людей больше. В сопровождении нужно нам для того, чтобы нам способности эти развивать в людях. Поэтому не надо на себя вот брать такую ответственность, что вы не справились с работой, поэтому люди ушли. Ну, это еще не, ну, конечно же, да, вот я хочу, чтобы сейчас мне кто-то там выпрямили мне спину, да, и сказали, о, ну, все, я тут вот такой герой. Нет, конечно же, со своим спонсором рассмотрите, все ли вы выполняете. Как я всегда говорю, что надо не на 100% работать, а на 200%. Вот когда я 200% выложилась, вот тогда я могу сказать, что до свидания, да, я согласна, что, ну, вы сдались, до свидания, да. Поэтому это очень тоже важный момент. Теперь давайте поговорим, где сопровождать. И опять-таки, эта тема, просто я когда готовилась к сопровождению, я понимала, что я просто не способна уложиться в один вебинар с такой темой, ее нужно дробить, а лучше всего вообще провести академию бизнеса такую, да. Где сопровождать людей? И у нас сегодня огромное количество помощников, гаджеты наши, компьютеры, телефоны, это просто для нас помощники сумасшедшие, да. Ну, и, конечно же, сопровождать нужно и офлайн. И я просто хочу вам сказать о местах, где это можно делать, как это делать. Либо это будет отдельный вебинар, либо, пожалуйста, сегодня к своему спонсору. Первое. Да, в принципе, я вам даже так скажу. Как, где это делать, это везде, где вы находитесь. А если вы еще там не находитесь, да, допустим, то, что я назову, вы должны просто туда попасть, там вы увидите, что с вами делают ваши спонсоры, и таким образом вы поймете, где это вы можете делать со своей командой. Я думаю, да хочется, я рассказала, да. Онлайн. Это чаты. Вот, простите, я затрону эту тему. Вот если здесь на вебинаре есть люди, которые отсиживаются и отмалчиваются в чатах, и только потребляют, да, то есть берут информацию, если вам эту информацию, и вы ее никуда не передаете в свои чаты, то вы не сопровождаете вообще. Вот вас сопровождают, а вы вообще не сопровождаете. Потому что вам эту информацию дали, вас добавили в чат, позаботились о том, чтобы у вас была информация, и вас сопровождают. Если вам эту информацию некуда сливать дальше, все, вы не сопровождаете. Поэтому задумайтесь об этом. Это группы, это каналы, на которые вы подписаны. Это очень важно. Это то место, где можно сопровождать. Это очень крутые каналы в Телеграме. Это там, где вы сливаете, даете информацию, вы туда пересылаете то, что вы думаете. Сегодняшние дни, сегодняшние мысли. Кстати, благодаря, я пользуюсь случаем, хочу поблагодарить Олесю и всех тех, кто, Стародубову и всех тех, кто записывает видеоролики, дают эту информацию, подбадривают нас каждый день. Это очень мотивирует и очень помогает. Я всегда просматриваю все видеоролики, потому что это на самом деле дает мотивацию, дает энергию. Я живу вместе с этим человеком, это эмоции, я заряжаюсь этой эмоцией. Сайты, конечно, это там, где мы можем обучать людей, где передавать информацию. И не знаю, знаете ли вы эту новость, но я вам ее скажу и просто призываю эту информацию использовать и воспользоваться. На сайте компании Reclame у нас теперь появился собственные личные кабинеты с обучающими, с сайтом, с обучающим сайтом. Если вы еще не имеете такого сайта, и если вы его не умеете наполнять, вы можете полностью, 100%, 90 дней обучения для новичка использовать от компании. Если вы уже обладаете своими знаниями, своей информацией, у вас есть свои наработки, вы можете закачивать ее индивидуально и пропускать через эту систему своих новичков. Разберитесь в этом обязательно. Это то, что ноу-хау от компании, сейчас это сделала компания для нас, поэтому те, кто все еще плакал, что у нас нету сайта обучающего, а давайте тысячу, две тысячи, три тысячи вложим, но у нас он будет, и пускай будет. Ну и что, что нам некого сопровождать, но он скайп будет, да? Так вот сегодня это сделала компания для нас абсолютно рада. Подумайте, каким партнером компания является для вас сегодня в бизнесе и для развития вашего бизнеса и ваших доходов. Где можно еще сопровождать? Конечно, скайп. Я вообще очень люблю скайп, особенно работать с регионами. По телефону это одно, но когда ты видишь человека, когда ты познакомился, я даже провела статистику. Абсолютно со всеми людьми, с которыми я нахожусь на удаленном расстоянии, с которыми я поговорила хоть раз по скайпу, эти люди в бизнесе остаются намного дольше. В команде, в команде остаются намного дольше. Они не уходят так, как с кем бы я просто поговорила по телефону, ну либо вообще там списалась, так это даже до свидания можно не говорить, просто вот ушел и нет, меня трубку не берет, да? Или не отвечаем вообще на информацию. Это в скайпе можно проводить планерки, можно общаться один на один, можно рекрутировать, помогать рекрутировать, помогать делать звонки. Поэтому, ну обязательно, это очень-очень важный инструмент там, где это можно сопровождать. Ну и, конечно, офлайн. Это можно делать какие-то распечатки. У меня лично, допустим, сейчас мне нужно модернизировать вот такая брошюрка, вот прям вот сопровождение вашего новичка. Вот с чего начать, и все поэтапно расписано, что нужно делать для того, чтобы в этом бизнесе стартовать правильно, да? Это встречи, это тоже плотное сопровождение. Мне очень нравятся индивидуальные встречи. Планерки общие, это круто, но они не все так раскрываются. Опять-таки вернемся к тому, что единая система, это не единый организм. И всем абсолютно разный. И с кем-то нужно поговорить с позиции мотивации, с кем-то с позиции критики. Я вот точно знаю людей, которых нельзя жалеть, да? Их нужно поругать, покритиковать, так скажем, да, с мотивационной точки зрения. И они включаются в работу куда активнее именно после таких моментов. На планерке общие это невозможно сделать, поэтому индивидуальное сопровождение, оно всегда дает больше результатов, чем общие какие-то командные только. Поэтому вебинары, допустим, не являются такой сопровождающей, знаете, как я запишу вебинар, а я еще потом его буду использовать. Это все равно все, ну, общее. Такая воронка, да? То есть ты посмотри, если хочешь, но это вот. Но это не дает таких результатов, когда вы гоните, да, допустим, двух-трех бизнес-партнеров, особенно к этой теме отнестись серьезнее надо, плотном сопровождении. Ой, семинары. Это вообще рассол, в котором мы недавно с вами побывали на БСС. Кто не был, вы просто очень много потеряли. У меня вчера была планерка с моими лидерами, не я ее проводила, проводили мои менеджеры. Я присутствовала на этой планерке. То, что я слышала от людей, которые были впервые на этом вебинаре, на этом семинаре. Мы плакали все, все. Я просто, я однозначно, то, что я услышала, оно вошло в меня, впитало меня. И я, конечно же, хочу сказать, что для меня это мероприятие прям открыло глаза на очень многих людей, которых я повезла и с кем я сегодня вот просто вот хочу работать, потому что у нас единый теперь организм, да. Ценности, то, что мы слышим, то, что мы видели там, от чего мы рыдали там, да. Я понимаю, что это вот просто мне будет легко с этими людьми. Это то, что будет заряжать меня, работая с этими людьми, мне будет легко. Поэтому, конечно же, это очень важно сопровождать. Мало того, почему важно вывозить людей на мероприятие, и это является точкой сопровождения. Вы замечали, что иногда в зале, когда сидишь, все вот, выходит лидер, да, все встают и начинают аплодировать. А есть же люди в зале, которые так и остаются сидеть, да. Ведь вы видели это. Вот для меня, например, я всегда наблюдаю, кто как ведет себя на семинаре, да. Вот он встает ли, командный ли он игрок, это очень хорошо показывает. Потому что новичок, он не всегда понимает вообще, зачем он это делает. Но если он поддается командному духу, значит, вам будет с ним работать очень легко. Аплодирует ли он, есть ли в нем вообще ценность такая, как уважение к труду другого человека. Если он не аплодирует, то есть он не потому, что ему неинтересно. Ты можешь спать сколько угодно, но если ты не аплодируешь труд, ну, человек, людям, которых поздравляют, поздравляют, если тебя напрягает блок поздравления, и ты там, когда он закончится, либо выходишь на этом блоке, да, значит, ты не умеешь уважать чужой труд. А значит, завтра ты скажешь, что я как спонсор не справилась, не дала что-то, да, не додала поэтому. И для меня такие моменты очень важны. Поэтому, когда я вывожу людей на себя, у меня это сопровождение вообще просто, вот покажи, как ты себя ведешь, да, и я скажу тебе, буду ли я завтра с тобой работать. Академии бизнеса, это вообще шикарные просто сопровождения, которые вы максимально можете дать. Потому что даже сейчас такая тема, как сопровождение, я иду так поверхностно по этому всему. И если здесь сейчас есть новичок, или, допустим, только-только стартующий менеджер, то я прекрасно понимаю, что тебе сейчас тяжело понять это все, принять, и чтобы у тебя в голове выстроился алгоритм. Поэтому пока просто вот внедряй то, что я говорю, а спонсор обязательно-обязательно тебе поможет. Но Академия бизнеса, это такая вещь, которую обязательно, я обязательно внедрю ее сейчас, вот в ближайшее время в своей команде, потому что это опыт лидеров, годами накопленные опыт, навыки. Это куча отказов, куча опустившихся в рук и опять поднятие наверх, да, крылья. И это все вкладывается в два дня, где передается информация новичку. Вот все, что я говорила, да, это все в раскрытой форме передается своему новичку или там партнеру. Поэтому Академии бизнеса должны быть с практикующими занятиями. Это шикарное сопровождение для будущих директоров. Это то, что должно быть. Здорово, если танцевала, когда поздравляли, обратите внимание на этих людей. На самом деле это очень открытые, классные люди. Вопрос, как сопровождать людей, да? Как сопровождать людей? Это хорошая картинка, мне она очень понравилась, потому что она лаконична. Как сделать так, чтобы они сопровождали? Только собственным примером. Вот меня сопровождали, вот все, что давали мне, даже всю любовь, которую мне давали мои спонсоры, за что я ему очень благодарна. Вот я, испытывая это ощущение, когда это делали со мной, я стараюсь это точно так же передать в глубину. И это лучшее сопровождение, которое может быть. Поэтому, когда у вас появляется новичок, вы просто обязаны сразу делать это правильно. Почему? Потому что это будет переходить с такой же любовью, с такой же энергетикой, с таким же посылом в глубину. Поэтому только собственным примером. Когда я говорю о том, что нужно делать 150 баллов и не меньше, это значит, что я тоже работаю с клиентами и тоже это делаю. Мне всегда было, всегда стыдно, если я буду говорить, а мне скажут, расскажи, как это делаешь ты. Вот если я плохо рекрутирую, значит, моя команда тоже плохо рекрутирует. Значит, этот навык надо развивать мне в себе, для того, чтобы передать и зарядить, да, свою команду. Если я читаю плохо книги, если я их не читаю, не читает моя команда, не развивается моя команда. Поэтому, как это делать? Только собственным примером. Только. Учимся делать МТО? Учимся. Я тебе рассказываю, я тебе помогаю. Я не делаю за тебя. Мы делаем это вместе. Люди пойдут за вами и будут вас слушать, и будут мотивироваться, если вы это будете делать, если вы будете практикующий лидер. Если вы не практикуете, если вы лидер, но вы этого не хотите делать, либо это не делаете, вы можете это не делать месяц, потому что вы заболели, да, и вас команда поддержит. Вы можете это не делать полгода, если у вас реально проблемы какие-то, может быть, в жизни случились, и команда вас поддержит, вы можете просто быть на плаву. Но если вы не будете это делать, команду не обманешь. Если ты прекратил работать, ты можешь говорить все, что угодно. Команда будет это чувствовать, и она не будет воспринимать тебя, как лидера, за которым хочется идти. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, для того, чтобы ваш бизнес рост всегда и давал прирост, вы должны быть практикующим лидером, всегда действующим лидером. И тогда собственным примером будете заряжать, заражать. Ваша команда будет бежать за вами, и будет хотеть все делать, но если только вы будете делать это самостоятельно. Лучшим примером, я уверена, что мои дети не чистили бы зубы никогда, если бы не видели, что это делают их родители. Нет, никогда. И если бы я им говорила, это очень важно, сама была бы беззубая, я думаю, что мои дети точно так же бы не понимали. И, да, в этих действиях. Это однозначно. Я хочу сейчас с вами поделиться маленькими-малекими секретиками, чтобы вы понимали, насколько важно сопровождение в нашем бизнесе, и то, как это делаю я, как я вижу этот бизнес, да. Первое. В сопровождении есть, это правила, это не секретики, это правила такие. Вы должны быть привязаны не к целям, ой, вы должны быть привязаны к целям, а не к людям или вещам. Дело в том, что есть один такой момент, когда вы сопровождаете людей, вы поначалу так очень их к себе, да, вы вот их щупаете, фильтруете, вы с ними общаетесь, вы спускаете их в команду, ну не смогла, да, ну не шмогла я, не шмогла дойти до финиша, да. И они так сильно вам дороги становятся, мало того, они могут вам еще так много рассказать своих трудностей жизненные, что вы можете проникнуть, ну вот это я такая, я могу проникнуться, мне их будет так жалко, если я не буду работать, разговаривать, я потом буду вообще, вот прям при любом случае, я всегда опять спрягаюсь, работаю, а давай, и они по два-три раза приходят в этот бизнес, да. Запомните, вы не должны быть привязаны к цели, вы должны быть привязаны к своим целям, но не к людям. Я вам такую расскажу историю, которую я всегда рассказываю своим девочкам на офисе. У меня была такая история, когда, вот иногда бывает мне так жалуются, говорят, допустим, там, вот, у меня там Марина не может, либо не хочет, либо там Катя, Маша, Глаша, какие угодно имена называют. И они так волнуются, и они говорят, все, мой бизнес рухнул. Она опять, я там очередная Маша опять ушла, опять сдулась, опять не шмогла, да. И я вот вижу, как они очень сильно трепетно так волнуются за этих людей. У меня был такой момент, очень показательный в бизнесе. Я арендовала помещение для проведения презентации. Я распределила полностью, кто будет ведущей, кто какой блок ведет. Анджа с Дашей приехать должны были. Я подготовила подарки, мы обзвонили людей, поприглашали людей. И наступает вот этот момент Х, когда приезжает лидер, который должен на тот момент был выступать с определенной темой, вся в соплях, слезах, потому что перед выездом муж ей там прочитал лекцию по поводу образцовой жены, да. Давайте красиво, мы интеллигентно будем называть это. И она, я поругалась, я в таком виде, я на сцену не пойду, да. И она сливается, она говорит, я посижу, Анна, приехала ради тебя, но я посижу. Фу, думаю, хорошо, ладно, я не готовилась, но я твою тему возьму. Себе на вооружение. Человек, который должен был привезти подарки на розыгрыш, а мы заявляли об этом. Я не помню, по какой причине она тоже не пришла. И ведущая, которая должна была вести эту презентацию, я ей звоню, тогда еще мобильников не было, я побежала хоть на кассы, набираю на городской телефон, ты там где, уже мероприятия 5 минут, а тебя нету. Она говорит, как, я ведущая должна быть? Вы понимаете сейчас мое состояние, понимаете, да? Я-то, конечно же, здорово, уже одной обещала тему, что я проведу, но эти как два, а подарки, а где, что? Конечно, надо отдать должное Даши с Анжем, они сказали, стоп, все будет, значит, тогда мы берем это на себя, мы это на себя. Мы провели эту презентацию, но мне тогда казалось, что все, мой бизнес рухнул, что капец, все люди, на которых я делала ставки, это вообще просто все, уже можно просто закрывать бизнес, уходить, да? Больше ничего не получится. Это была такая трагедия для меня, вы даже не представляете. Мне казалось, я позвоню, сейчас я им вынесу мозг весь, я скажу, как так можно, вообще как вы могли так, да? Какие вы лидеры после этого? Ребята, я помню их лица, я помню, как они выглядели на тот момент, но я не помню даже их имени, я клянусь вам. Вот это стыдно, не стыдно, не знаю, но я не помню их имен, ни фамилии, ничего. И вы знаете, я поняла, что в нашем жизни и в бизнесе есть три вида людей. Есть люди, как транзиты, знаете, они вот приходят в нашу жизнь, вот вы им бизнес-встречу провели, рассказали по телефону, по скайпу, неважно, и они ушли из вашей жизни, и все, их нету. Есть люди, они как коробочки, знаете, это когда, прежде чем понять, сможет он или не сможет, ему нужно, такое ощущение, как будто он с вами играет. Ну давай, открой одну коробочку, посмотри, а там еще одна коробочка, да, так, ага, не минулся. Вторую коробочку открываешь внутри его, да, такая матрешка, и ты все ищешь, 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 а потом раз, ты ждал там кольцо с бриллиантом в маленькой коробочке, а оказалось пусто, нету там ничего, нету, он только воровал твое время. А есть люди, они как послевкусие, да, когда мы кофе вкусный выпили, или там чай ароматный, и не сам вот этот процесс, да, а когда первый глоток, и ты вот этот послевкусие ощущаешь, это как вот, это как поцелуй, да, с любимым человеком, да, вот это послевкусие. Это те лидеры, о которых стоит сопровождать, заботиться, волноваться, это очень важно, это вот очень важные моменты, поэтому вы должны всегда в бизнесе нацелены быть на свои цели, и понимать, что есть три вида людей, не ошибаются все, и мы все периодически будем проходить и путать этих людей, кто коробочка, кто транзит, а кто послевкусие, да, но только в процессе работы это можно понять. Дальше, помогайте людям, а не ищите собственную выгоду. Те лидеры, которые заточены только на достижении финансовой выгоды, и только я буду летать, и только я буду получать деньги, и только я буду иметь, это никогда не приведет вас к результату. Всегда лидер, мне Анжей всегда говорил, и я, кстати, недавно на вебинаре своей глубины, 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 там, наверное, только шестое поколение где-то, там менеджер, директора, я услышала эту фразу, и я поняла, что все круто, все идет как надо. Анжель мне когда-то учил, что спонсор это слуга для своего будущего директора в период времени, потом вы выровняетесь и будете партнерами, но для, если у вас действующий классный бизнес-партнер, все, вы слуга, вам нужно дать ему информацию, вы копаетесь, вы ищете ее, вам нужно, там, помочь ему в организации, найти какой-то крем, подарок какой-то, да, неважно, провести на вебинаре, вы для него работаете, вы являетесь его, вот, ну, как бы, да, там, какой-то период времени, это правда. Вы работаете на людей, вы всю свою энергию на то, чтобы получилось у них, и только так можно вырасти золотым, старшим золотым, сапфировым директором, бриллиантом и так далее, только если вы будете думать о их доходах. Тогда эти люди на века будут в вашем бизнесе и будут вам всегда благодарны. Всегда отдавайте лучшее миру, что есть в вас самих, и тогда вы будете получать все лучшее, что есть в этом мире. Нужно делиться своей энергетикой, положительной, позитивной везде. Я недавно прочитала в книге секрет, очень классную вещь. Кстати, мне ее подарили на подарок, знаете, это когда приехал человек, у нас был розыгрыш, я очень благодарна, не знаю, Наташа Кучинская, если ты есть, огромное тебе спасибо, потому что она выиграла у меня подарок в команде, и она приехала его забирать, и за ту благодарность она привезла мне эту книгу, я ее прочитала, там очень классная вещь. Сейчас послушайте, секундочку, у меня осталось, да, одна минутка. Это последний слайд, но я хочу сказать вам это. Вслушайтесь в этом, в это есть правда, это такой секретик, да. Человек, он с природой сопряжен такой, знаете, фоновой энергетикой. Ту, которую энергетику излучаете вы, на этот уровень фона вы выходите. Ведь согласитесь со мной, что вот действительно, и бывают такие фразы, когда говорят, ой, все, там где тонко, там рвется, то есть уже все, если все плохо, так уже везде плохо стало, да, у вас внутри сломался фон, вы вышли на более низкий уровень негатива, например, и у вас полилось везде это. И там сорвалось, и там поругалось один негатив. И тут не пришло, и там не пришло. Вам нужно срочно поднимать внутри себя фон, новый фон, новый позитивный фон, либо развитие фон, для того, чтобы выйти на новый уровень, новый уровень, новый уровень, для того, чтобы раскрывались горизонты совсем другие. И когда вы, сто процентов согласитесь со мной, только вы вышли на какой-то позитивный фон, только вы включили в себе радость жизни, отношения, уважение, пересмотрели, вам где-то негатив слили, вы его в себе просто отработали, выбросили, да, и позитив подарили, в отдачу пошло. Все, вы не, вы, этот человек, вы либо этому человеку покажете, да, что бывает другой фон, но он уже к вам не внедряется, вы не опускаетесь на этот уровень. Сейчас очень скажу грубо, дети уже, может, спят, да, скажу грубо, но оно вот так доходчиво. Выражение такое есть. Не надо впускать людей в свой космос. Они спиздят там все звезды. Простите, пожалуйста, что я сказала так, но зато это правда и очень доходчиво. Наша с вами обязанность как лидеров не быть высокомерными в этом бизнесе. Я наблюдала очень, очень много случаев, когда люди, выходя на достойные доходы в бизнесе Арифлейн, когда они делали высокие уровни, но они не получали уважения, и от них уходили люди, от эффективных, быстро растущих, от очень крутых, от них уходили люди. И, казалось бы, они давали сильнейшую систему, но с такой короной на голове, что вот эта карикатура, все люди уроды, поэтому, да, там, тада, Вот с такой позиции вообще нельзя подходить к людям, поэтому самый большой яд, который присутствует у нас в бизнесе, это когда ты решил, что ты всего уже добился, это самый большой яд, поэтому наша задача, которая разлагает нас изнутри и считать себя королем просто вот этого бизнеса. Поэтому здесь очень важно, запомните, это обязанность лидера быть интеллигентным, хотя после такой фразы, простите, я не справилась, но не смогла я сдержать, зато очень доходчиво, но высокомерными нельзя быть. Поэтому какой бы ваш доход ни был, берите пример с наших спонсоров, Солесис, Даши и Санжиэн, это те лидеры, которых уважают все, и в каком бы уровне завтра, пу-пу, не вышли эти люди на сцену, этим людям будут аплодировать стоя, и я думаю, что вы со мной согласны, правда? Вот в принципе и все, что я хотела вам сказать сегодня, я знаю, что я не раскрыла вам эту тему на сто процентов, это невозможно сделать за час, я просто сказала вам о важности сопровождения, зачем это делать, я сказала вам, кому нужно уже сейчас работать, и кому нужно уже пересмотреть и не тянуть все на себе. Я напомнила вам, с кем нужно работать в этом бизнесе, что не надо абсолютно на всех равняться, делайте в своей команде проверочные задания, выбирайте сильнейших и работайте с ними. Я рассказала вам, где это можно делать, онлайн, чат, группы, послушайте, включайтесь, включайтесь в работу чата, не отсиживайтесь, давайте миру самое лучшее, что есть в вас. Получили вы информацию, получили заряд энергии, пускайте ее в чат, как в космос, да, заряжайтесь, у вас будет отдача в том числе, да, и, конечно же, мы с вами поговорили о очень важных составляющих вещах, кем нужно быть для того, чтобы вы смогли повести за собой людей и чтобы вас слушали, когда вы говорили о том, что вы будете их сопровождать и у вас будет обязательно результат. Станьте для них самым лучшим и сильнейшим примером. Я абсолютно каждого из вас благодарю за то, что вы со мной были здесь и сейчас на этом вебинаре, и каждого из вас хочу видеть на наших всех оффлайн встречах, и самое ближайшее это будет 14-15 июля на смарт-уикенде. Я также благодарю всех, кто сегодня присоединился, кто работает, кто вместе со мной каждый день растет, развивается и делится этой информацией. Всех вас очень сильно люблю, ценю, и завтра во всех чатах мы с вами обязательно увидимся и услышимся. Все, пока-пока! Работаем, девчонки, работаем!